Девушки отдыхают 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 к тому, чтобы эта книга тоже увидела свет. Книга вообще, так же, как телевизионная икра, это очень жестокая штука. Притвориться невозможно. Книга является портретом человека. Если это, конечно, книга. Или если человек не поставил перед собой задачу скрыться, заслониться, быть интересней в книге, чем вот эта книга, совершенно прозрачная. И я как раз Людмилу Васильевну в этой книге увидела. И я ее почувствовала. И начиная с обложки, книга-то очень красивая, книга блистательная, замечательно сделанная. И это по тону, по стилю, по росту актрисы Максаковой. А самое главное вот еще, что мы все время так, вот знаете, как фразу задолбили, любить искусство и не любить себя в искусстве. Там есть слово «горькое» в этой самой названии книги. Я все читала, читала так, знаете, и думаю, а что такое, почему, где же горечь-то? Она есть, но она очень деликатно подана. Горечь – это, знаете, неутоленные желания или какие-то несвершившиеся мечты. И не больше. Не все можно. Вот я впервые вдруг отдала себе отчет, что приход Фоменко, между прочим, ближайшего человека, актрисе, а первые-то годы она в этих спектаклях не работала, понимаете? И то, как вот человек, я не знаю актера, который не хотел бы играть, но то, как этот человек хочет всегда, и то, как не скрыто, что театр ее главное, ну как вам сказать, оправдание существования. У нее дети красивые, Маша там, я люблю эту девочку, она с детства, я ее видела, но все равно и она их любит, и дети там признаются в любви, но за этим все равно стоит вот эта громада серая, уходящая постепенно, становящаяся ниже на Арбате, и наша жизнь вместе с ней. Вот это вот замечательно. Книгу Людмилы Васильевны я прочла. Это очень хорошо написано, что уже сказали, и именно подробностью жизни, движением жизни, этим домом, этим виденьем, шкафами Марии Петровны Максаковой, где так тщательно сложены воротнички, знак строгости, но в то же время и знак традиции, вспыхивающие стоп-кадры, такие, как Иван Семенович Козловский, который выходит из этого дома и крестит мемориальные доски на фасаде, приговаривает все учителя Марии. Это объясняет и личность, и продолжение традиции. Там есть замечательные главы, ну, в ахтанговской истории, например, страницы о живом трупе, уже достаточно давнем спектакле, о том, как тщательно собирались осколки еще живые в ту пору цыганской традиции. Один миф рассыпался на глазах, и другой миф рассыпался. И, наконец, последняя встреча с очень пожилым уже носителем традиции позволила понять, собственно, и оцепенение очарованного странника, и резкий перелом судьбы Феди Протасова, и всю цыганскую легенду, которая, желая, оказалась правдой. Там замечательный портрет Фоменко. Еще одна очень важная и очень длительная роль Людмилы Васильевны, перефразируя русскую пословицу, всем известную, не стоит столица без грандамы. И грандам никогда не бывает много. Даже в самые благоприятные к этому явлению времена, дай бог, 3-4 на большой город. А уж во времена, абсолютно неблагоприятные к рождению и формированию таких женщин, быть ею, формироваться ею, потому что это длительный процесс, это и вызов, и в своем роде даже гражданский долг. Вот в наше время, в нашем поколении, это, несомненно, Людмила Васильевна. И когда она выходит на сцену, несомненно, причем в самых разных апостасях, например, в прелестной камерной, я ее еще на малой сцене видела в Ахтанговской чайке, когда выходит Аркадина рано утром заниматься йогой и, стоя на голове, говорит Маша, не точно цитирую Чехова, к стыду своему, от того-то я, моя милая, сохранила, чтобы распустеха не была. И победоносный жест бабуленьки в пристани, и просто Людмила Васильевна, которая входит в портер, Людмила Васильевна, которая выходит на сцену в финале премьеры Гинкоса, чтобы поднести Кремеру купу ландышей. Вот два их профиля, Максакова и Кремер, это купа ландышей между ними, это тоже можно долго помнить. Больше всего мне бы сейчас хотелось провалиться сквозь землю. Другого у меня желания, клянусь, вам нет, потому что я правда смущена. Конечно, Саша, мне неловко. Бабушка сейчас бы сказала, вот дать бы сейчас и Людке, и Сашке по башке, что вот ты такой сделала формат. Ну, ее действительно поднять нельзя. Вы правы, абсолютно. Ну что, ну вот виновник сидит вот здесь. Это внучка Галины Львовны Коноваловой. Встань, Саша, чтобы... Я хочу... Я хочу разделить этот позор вместе с ней, в конце концов. Саша, все равно тебе спасибо, что делать. Куда деваться? Книжка вышла. Значит, что совершенно было неожиданным, это что золотое перо нашего театроведения Инна Натановна Соловьева, которая писала только, исключительно, о космических персонажах нашего театрального бытия, вдруг, значит, обмакнула перо и, значит, вот про такую козявку, как я, значит, начертала что-то очень возвышенное. Инна Натановна, я низко кланюсь вам ноги, клянусь, я этого не заслужила. Это я вам даю честное слово. Значит, и... Но ничего бы это не случилось, если бы не одно. Значит, театр, как и любой человек, вы знаете, самую эффектную мизан-сцену, которую я в своей жизни видела, и которая меня довела до слез, это когда был какое-то очередное летие училища, не вот теперешнее вообще. Пришел осетинская студия, какой-то студент, вот, который 10 лет уже, как закончил училище, он выскочил, красавец какой-то необыкновенный, вот, и первое, он кинулся на сцену училища и поцеловал сцену, полсцены, понимаете? Вот это я забыть не могу никогда. И что сделал Римус Владимирович, когда поменяли планшет сцены, ну, естественно, под чутким руководством Кирилла Игоревича, то нам всем... Мы поцеловали Римус Владимировича. Нет, нет, нам всем от старой сцены отпилили... Сейчас, в обморку подул, держи. Нам каждому отпилили кусок сцены. Я смотрю на это и думаю, боже мой, какая же хорошая идея, и как в этом много смысла. Это вот та сцена, по которой мы ходим, которая... И Римус сказал, вы знаете, вот когда новый... Мы первый раз сыграли на новом покрытии, он сказал, сцена нас приняла. Это надо очень любить театр. Все ниже сказанное не могло бы произойти, если бы не ваша фантастическая фигура. Спасибо, что вы полюбили Вахтанговский театр. Вернули ему звонкость, яркость, праздник и славу, о которой, наверное, вы меньше всего думали. Спасибо, что обогрили стариков спектаклем «Пристань». Галина Львовна вас обожала и считала посланником небес. И действительно, вы сотворили чудо, ее последние годы стали блистательными. А Юрий Петрович, вы протянули ему руку в одной из самых драматических минут его жизни. Собственные дети выгнали его из дома, им и для них же построенного. Он всегда говорил о вас с придыханием, что в принципе ему было несвойственно. Спасибо, что даете мне возможность стоять на сцене, без которой жизнь для меня теряет всякий смысл. Дай Бог вам здоровья и сил, поверьте, художника спасает только работа. Ваше, как считает общественное мнение, любимая актриса Максакова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, я могу считать себя несчастливым, такие книги одна за другой. Может, кто-то уже со мной хочет разделаться, наверное, что хватит уже одна книга, вторая, как бы, а я еще хочу третью, но еще период какой-то будет московский, думаю, еще будет, но я хочу порадоваться, поблагодарить всех и порадоваться моим литовским друзьям посольства Литвы. Спасибо вам за приглашение и желаем больших успехов. Я хотел тоже поблагодарить и поздравить вашу Людмилу Васильевну, вашу величайшую актрису и порадоваться нашей книгой. Сейчас я предлагаю выпить чашечку кофе и бокал шампанского. Всем большое спасибо, что вы сегодня были с нами. Спасибо. Спасибо. Инна Натановна, я вам подписала хотеть это сделать. Тогда мы будем менять. Я вам отдам как честная девушка. Хорошо. Вы поступите как честная девушка. Спасибо. Я объяснила когда некогда что даже не что это я не знаю. Спасибо. Продолжение следует...